Дорогие друзья, здравствуйте! У меня будет предсказание карт, откровение, пророчество о судьбе для Водолея на целый 2022 год. Скорее загадайте ваше заветное желание, пока вот эти вот снежинки не опали, не осели. Чудеса для вас начинаются. Вот там вот, видите, где-то загорелась уже Вифлеемская звезда, сцена Рождества. И я уверена, что на 2022 год, на этот Новый год, наступающий, у Водолея есть масса планов, самых добродетельных и масштабных. Для вас карты. Абсолютная классика Таро, классическая Таро. Карты в меру добрые. И самое главное, что очень понятные ответы, очень понятные предсказания они дают. Вот эти вот карты для Водолей. Сегодня я сделаю большое гадание, большой расклад на 12 домов гороскопа. Заглянем в самые отдаленные, самые потаенные уголочки вашей жизни. Расскажем про все. А чтобы гадание было для вас полезнее, интереснее, пожалуйста, задавайте картам свои собственные вопросы про то, что интересно именно вам. Да? Каждый дом, какая-то часть жизни, любовь, здоровье, работа, карьера. Спрашивайте обо всем. Обязательно услышьте, потому что ищущий обрящет всегда. Итак, классическая Таро и 12 домов гороскопа. 12 домов зодиака. Самые разные вопросы, самая разная жизнь. Водолей, 2022 год. Вот-вот на этом у нас настраиваемся. Наши теги вот такие. Посмотрите, какие карты. Вот, казалось бы, привычная совершенно картинка, виден на миллион раз. Но каждый раз по-новому воспринимается столько деталей. Вот в этом как раз и талант создателя скрывается. Потому что карт много, но тех, которые хочется держать в руках, мало как раз. Мы начинаем с первого дома для водолея. Первый дом – это вы сами наедине с собой. Первый дом описывает удачные или неудачные личные какие-то персональные проекты. Вообще, в первом доме вы в одиночестве. Это то, что вы можете сделать сами, без помощи, без поддержки других лиц. Сюда еще и попадает ваше физическое тело, статус физический, внешний вид, образ или имидж. Ваше здоровье, реализация ваших талантов. Пока все очень хорошо, но в каждом доме у нас будет две карты. Они будут друг друга дополнять или они будут друг с другом спорить. В каждом случае, наверное, по-разному. Так, первый дом. Как водолей будет себя чувствовать собой? Будет себе максимально нравиться. Все, это ответ. Карты солнца и шестерка кубков вам здесь выпадают. Отличное здоровье, выздоровление после долгой болезни, ощущение какой-то счастливой, очень понятной и полной реализованности. Ведь солнце – это не только счастье, деньги, не только разные богатства, которые приходят в жизнь, и здоровье тоже. Солнце еще и ясность. Ценность этой карты в этом. Вы будете про себя все понимать. Знаете, как вот было темно и холодно, вдруг восходит солнце, и самые пугающие предметы превращаются во что-то такое понятное, обыденное. То есть просветление, познание, знание себя, знакомство с собой. Вот я бы даже так это сказала. Возвращение к себе, потому что шестерка кубков – это карта возвращения и абсолютное доверие к себе. Поэтому это изумительные карты для всех, кто запутался, кто не знает пути, кто не знает, кто он. А водолеи – такие мыслители и перфекционисты. Вы всегда думаете о себе, всегда оценивайте свой путь, свою значимость, назначение. Обычной бытовой рутины вам ведь очень мало. Здесь, знаете, какая-то прям встреча с собой. Видите, здесь изображена на карте встреча двух человечков. Это дети, что ли, не пойму. Все время меня этот вопрос. Ну ладно, двух человечков, и они обмениваются подарками. Вот представьте, что один человечек – это вы, а другой – ваше отражение в зеркале. Вот вы захотите себя поздравить, расцеловать, полюбить, потому что вы что-то про себя поймете. Ну, мне кажется, самое лучшее, что можно представить – это талант. Многие водолеи решатся использовать или раскрыть какой-то свой талант. Музыкант очевидный, но дремлющий, например. То есть, видите, такой вот узнали. Ну, наконец-то, музыкант я или художник, бухгалтер или инженер. Для ищущих. Ну, поскольку первый дом – это еще и физическое тело, поэтому, да, здоровье, да, будете нравиться себе физически, то есть у вас могут так поменяться, может поменяться внешний вид, и достигайте каких-то целей, то есть становитесь лучшей версией себя, но не только. Карты ведь не описывают усилия. Скорее это… Да, тоже это не надо путать. Вот по этим картам все блага, все счастье приходят без усилий. Карты не заставляют вас прям натужно там что-то с собой делать, худеть или наоборот. Нет, это как восход солнца, понимаете? Это само по себе, то есть это приходит из подваль само, как это случайно, вдруг является вот это ясное счастье, понимание себя и так далее. То есть такая мирная жизнь с собой. Ну, существовать, сосуществовать с любым человеком, другим бывает сложно, а с собой, если не ладится, то это вообще безнадега, да? Ну, у вас здесь с собой все хорошо. Дальше очень понятно. Второй дом, и всех, наверное, вот это интересует, в основном, потому что это деньги. Второй дом, денежный дом, и ваши финансы. Как вы зарабатываете, как вы тратите переживания или радости на тему денег. Это все второй дом. Он вот такой, в общем-то, довольно поверхностный. Итак, деньги. Много-мало, легко-трудно. Карты небольшие. Два младших аркана, пятерка, кубков вам достается, и тройка мечей. Не очень вдохновляющие карты. Среди них нет ни одной по-настоящему убежденно денежной. Хотя мы гадаем на такой большой период, да, 12 месяцев, конечно, с вашими деньгами много всего будет происходить. И будут приходить они и тратиться. И будут тратиться правильно и куда-то напрасно. Естественно, за 12 месяцев водолеи такие деятельные, неспокойные, вы много-много всего успеете. А назначение вот этих карт в вашем втором доме более как совет. Они советы дают. Разочарование, связанное с деньгами, с прибылями, например, в бизнесе или с зарплатой переживутся трудно, но быстро. Вот представьте, мы иногда можем иметь длительные психотравмирующие ситуации, а можем иметь очень краткосрочные, но такие вот острые. Видите, пятерка, кубков, это карта разочарования и депрессии. То есть вы в чем-то разочаруетесь. Недополучите денег, например. Например, новая работа окажется не такой прибыльной, а не додадут, не доплатят. Вот. Но ничего делать не надо, то есть вот эта печаль пройдет сама. Но тройка мечей это вообще, знаете, такая карта настроенческая. Все напрасные печали. То, о чем давно пора забыть, о чем пропустить. То есть скорее карта говорит, про уход ваших стандартных, каких-то привычных денежных переживаний. Вот. Сможете вы как-то это отпустить. Опять же, это не значит, что исчерпается тема. Это не значит, что раз и навсегда эта тема для вас решится. Все, не надо волноваться, потому что, например, вам безымянный дедушка из Швейцарии оставил большое наследство. Нет, это совсем другое. Здесь только про ваши чувства, эмоции. Вы простите сами себе какие-то финансовые промахи или свою пока еще несостоятельность или несамостоятельность финансовую. Позже мы тему денег, наверное, еще коснемся, потому что у нас будет еще один денежный дом. А пока кричащие такие советы. Не доверяйте своим чувствам и своим эмоциям. Когда разочаруетесь, захотите поплакать, что у вас мало, денег, помните, что поплачьте, но на завтра это какая-то печаль пройдет. И все-таки будьте осторожны, особенно если с новыми источниками денег, чтобы вот так не разочароваться. Может быть, не надо на какую-то работу слишком опрометчиво мимо выйти, да, потому что бывает же такая работа многообещающая или бизнес, который кажется жутко прибыльным. А на практике разбитое сердце несет, разбитое деньгами, в смысле их отсутствием. Деньгами нельзя разбить сердце, только их отсутствием, как известно, друзья. Дальше, третий дом, тоже понятный, веселый, и это ваша повседневная жизнь. Его называют часто домом друзей. Здесь дом друзей. Это ваше окружение. Ох, как важны для водолея друзья. Хотя, наверное, не столько друзья, сколько вот потом одиннадцатый дом, то есть просто контакты. Но вы люди очень независимые, но окружение вам нужно просто, чтобы было любопытно и весело жить. Посмотрим. Третий дом это повседневная жизнь. Выбор каждого дня, успехи каждого дня, быт, мелкие покупки, дороги каждого дня. Мне кажется, это все и есть наша жизнь. Правда? Дорога от души до гастронома и обратно. Повседневная жизнь. Ну, пусть это будет дом друзей, поскольку удалеем мы гадаем. Все-таки вы друзей-то любите иметь? Ага. Прекрасно. Пре-кра-сно. Двойка Пентаклей и шестерка Жезлов. Радостные. Прямо радостные карты. Такие праздничные. Двойка. Это выбор. Вот как раз она имеет астрологическое соответствие, вот эта карта, с третьим домом. То есть, по сути, мы все должны в постоянном режиме жизнь вот так проживать. По двойке Пентаклей. Это динамический баланс. Сойдется, не сойдется. Успею, не успею. И карта говорит, что вы будете везде успевать. Вам всего будет достаточно. Вы будете очень аккуратно и ловко проживать каждый день. Ловко оденетесь, ловко потратите деньги, ловко с кем-то познакомитесь, ловко с кем-то договоритесь. Найдете всегда кратчайший или самый грамотный путь к решению любой проблемы. Ловкость. Вот эта двойка, это и есть карта ловкости. Прекрасно. Она очень состоятельная такая. А вот шестерка жезлов, вообще карта победителей. Триумф. Среди окружающих людей каждый день вас ждет какой-то триумф. Люди будут гордиться вами, аплодировать вам. И вы в чем-то опередите не соперников. Нет, здесь вряд ли есть открытое соперничество. Но будьте лучшим среди равных. Это какой-то принцип спартанский, что ли, или греческий, древнегреческий, не знаю. Вот, лучший среди равных. Но вообще шестерка жезлов это карта гордости. Возможно, вам предстоит гордиться друзьями, это достижение ваших друзей, или это новое знакомство. Это возможность познакомиться с людьми, которыми вы будете гордиться. Понимаете? Вот. Чудесно. Так должно быть всегда и у всех. Персона нет, какого-то конкретного портрета нет. Поэтому я не говорю про одного человека, например, какой-то один актуальный друг. Здесь все в целом, все массово. Просто такой общий собирательный образ ваших друзей выглядит безупречно. Вот. Очень хорошо. Дальше четвертый дом. Дом дома. Это я не повторяюсь, у меня такого расстройства еще нету. Но это дом дома. Квартира, недвижимость, отношения с родственниками, быт, хозяйство, ваши стены, та самая ваша крепость, в которую вы после работы торопитесь. Это ваш дом, и вот мы про него задаем вопросы. Сюда можете спрашивать карты о переезде, о каких-то, о перемене в составе семьи. Это все тоже сюда же, об отношениях с близкими, родственниками. Но именно с близкими. Четвертый дом – это только родственники по прямой линии. Или, говоря юридическим языком, лица их заменяющие. У кого это есть, те поняли, о чем я говорю. Наличие по месту жительства великой любви. Карта вам обещает. Вот так вот. Туз кубков. Это ваш дом. У вас дома новость, шанс, приход какого-то нового ресурса, человека, денег, новый бюджет, новый сам дом, в конце концов. То есть что-то такое подарочное в шуршащей оберточной коробке. Вы распаковываете у себя дома. Это может быть младенец, например, маленький младенчик, ваш ребенок или внук. Вот как вот здесь посмотрите. Сказать вам? Вот. Да, это может быть подарок материальный какой-то, например, с домом связанная квартира, дом. Вот. Это может быть нематериальный какой-то подарок, признание в любви, например. Туз кубков это любовь. Любовь. Вот любовь во всех ее проявлениях. Родственная, дружеская, романтическая. и если мы здесь описываем ваш дом, то видите, вот тут проливаются капель, ну, вот они проливаются, да, вот из этого кубка, вот они вот так вот, вода это, ну, не вода, тут скорее что-то такое, посложнее состав, нектар, так скажем, вот он переливается, то есть ваш дом будет полная чаша, по чувствам, по эмоциям, разговорам, по бюджету, по, ну, не знаю, вот, самое лучшее, самое лучшее дом у вас случится. Рядом пятерка жезлов, карта такая хлопотная, конкурентная, но в таком соседстве она описывает не более чем хлопоты, то есть хлопотная новость, вот буквально значение карт такое, хлопотная новость, хлопотный подарок, но в конце концов, если вам дарят поместье какое-то на юге Франции, да, это же очень хлопотно, попробуй документы пока оформлять, визы, потом там ремонт надо делать, нанимать садовника, батлеры, ну, с ума сойдешь, вот, вот такой вот хлопотный подарок вам обещают, связанный с домом, с квартирой, недвижимостью, с родственником, и если ваша дочка выросшая сообщит, что вот они с мужем дождались, у них вот будет ребенок, а значит у вас будет внук, но это же тоже очень хлопотно, это тоже сколько покупок, сколько нервов, сколько беготней, вот и так далее, для вас, такой вот хлопотный подарок, но это большое счастье, большое счастье, и хлопоты эти будут очень счастливы, да, вы будете с кем-то спорить, это карта споров, но это тоже споры здоровые, например, как назвать внука, бывает столько, копии ломаются на эту тему, вот, вот так вот, дальше любовь, пятый дом, дом удовольствий, сюда, помимо любви романтической, это в первую очередь для нас, попадают еще вопросы, ну, просто удовольствие, вот все, что вам делать, приятно, тут набор у разных, ведь у всех, кто-то любит есть, кто-то на скейтборде кататься, кто-то любит макроме плести, в общем, все ваши удовольствия, любовь, творчество, родительство, пятый дом, для нас в основном это вот это вот. Ох, в доме любви одна сплошная любовь достается водолею. Очень хорошая карта. Я уже вижу, видите, мы до конца с вами гадание не просмотрели, но я уже вижу, что вас ждет, год очень и спокойный, и одаривающий, денежный, по-моему, но это потом, позже. Итак, любовь. Рыцарь Пентакли вам достается и десятка кубков. Рыцарь Пентакли, пусть это будет у нас человек, то есть карту мы можем оценить как портрет, как фигурную карту, придворную, это будет портрет человека, и как описательную, то есть не фигурную. Если мы говорим о портрете, то и тут в вашем сердце или рядом с вами оказывается вот такой вот молодой человек, рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли это молодой человек, либо принадлежащий масте Пентакли, то есть стихии земли, телец, дева или козерог, либо этот молодой человек просто очень практичный или с какими-то полезными, практичными, практическими вещами спешит к вам, вот входит в вашу жизнь. Давайте так его назовем. Полезный человек. Как жених, рыцарь Пентакли, Пентакли отличается серьезностью намерений. Мужчина, молодой человек, то есть рядом с вами с серьезными намерениями. И еще более серьезный от того, что рядом карта десятка кубков. Она семейная. Она про счастье семейное. Видите, что здесь? Тетенька, дяденька, детки на фоне дома. Идиллическая такая картинка, это карта семьи. То есть это предложение от кого-то вы получите создать семью. Человек, кстати, молодой. Если бы было обратно что-то, то мы бы увидели здесь короля хотя бы, это рыцарь. Рыцарь все-таки это молодой достаточный человек. Да? Вот так вот. Семейная жизнь, счастье, любовь. Но любовь не в том значении, в каком мы привыкли, романтическое значение. Влюбленность, свидание, расставание, обещания нет. Здесь любовь, в первую очередь, семейная. То есть это новости хорошие для одиноких водолеев. Встретите вы какого-то человека с серьезными намерениями и будете хотеть создать с ним семью. И это будет какой-то подходящий герой для создания семьи. Подходящий герой для создания семьи. То есть как завидный жених, что ли. Вот. И вы будете близки, а может быть даже и успеете. В конце концов за год можно успеть и познакомиться и уже и пожениться. Правда же? Вполне, мне кажется, можно уложиться в такие сроки. Закон не запрещает это, по крайней мере. Вот. Для длящихся отношений, если вы спрашиваете про историю, например, помиримся ли мы, будем ли мы вместе, продолжатся ли наши отношения, или как они продолжатся. Тоже прекрасный сценарий карты обещают, потому что здесь есть практичность какая-то, предложение, а, подарок, рыцарь Пентакли, то есть предложение, как подарок выглядит. Видите, снова подарок, тут тоже. Вот. И, опять же, семейные планы и много-много любви, понимания. Но все-таки, вы знаете, я вот, тема родительства, давайте ее не будем. избегать, потому что ведь на десятке кубков мы видим множество вот этих кубков, а это значит множество людей. И она не так про любовь двоих говорит, она не пару описывает, а прямо набор людей, которые друг друга любят. любят. То есть это вот про детей тоже речь идет. Новые дети, те, которые есть, может быть, появляются или как-то приходят, приходят, возвращаются после долгой учебы, например. дальше работа. Дальше работа. Наверняка, я уверена, что многих из вас волнует тема работы. Это поиски работы, это налаживание процесса рабочего, это может быть налаживание отношений внутри коллектива. Работа. Что про работу карта говорят? Тоже очень хорошо. Ну, не знаю. Мне кажется, что водолеям достаются карты безупречные. Прямо одна, другую лучше. В гадании на работу вам достается король Пентакли и карта Император. И обе они имеют отношение к работе, и обе имеют отношение к деньгам. Поэтому, если вы сейчас оцениваете работу свою, там, эффективность своей службы, то в первую очередь смотрите на деньги король Пентакли и на правила, законы и вообще на всякие скучные какие-то обязательства. Новую работу, если ищете, она появится у вас и будет какой-то ответственный, суперответственный. К работе сразу прилагается в одном флаконе карьера. То есть, это работа сразу с каким-то статусом. Но море ответственности. Вообще, вот карта Император описывает работу всегда, на которой приходится очень много соблюдать разных правил. Представьте. То есть, это работа в госорганах, это какая-то официальная служба, где надо с кодекса законы, инструкции соблюдать. может быть, ходить строем даже местами. Понимаете? Вот такая вот работа идет. А король Пентаклей говорит, что работа будет надолго. Работа будет надолго. Какая-то законная, оформленная. Вы будете очень уверены в будущем своем, профессиональном и главный денежном. Ну и Король Пентаклей это большая денежная карта, то есть большая зарплата будет. Про текущую работу, если вы спрашиваете, то да, ждите повышения как в должности, так и в зарплате. Очень, причем все серьезно идет. И эти карты все-таки, ну видите, веет здесь мужской энергии. Мы про нее говорим. Король Пентаклей и император это все-таки мужчины, это мужские персоны. Поэтому это карты могут олицетворять вашего начальника, фигура начальника. Вот не было у вас начальника, а тут появляется, придет новый начальник, например, который вам очень покровительствует и решает вам больше платить. Вот так вот. покровительство. Вот император это именно карта про это. Покровительство такое осознанное, серьезное покровительство. Протекцию эту карту обещают. И совет, если вы ищете работу или просто карьеру, вам надо, чтобы лучше все у вас пошло, ищите протекцию. Может быть, она найдет вас сама. А вот император плюс еще с этим королем говорят, что какой-то очень серьезный влиятельный человек возьмется за вашу работу и все для вас организует. Все организует, пристроит, может быть, на какое-то хорошее место или повысит в должности. Во всех случаях это абсолютный успех. Работа так и должна выглядеть. Единственное, что здесь может быть нет легкости в этих картах. Карты тяжеловесные, знаете, такие прям бабахнули как будто об стол. Вот. И может быть водолею в таких тесных рамках, административных или личных немножко тесновато, потому что здесь нет простора для воздуха, для свободы. Может быть, для вас такая уж очень урегулированная правилами работа может быть скучной. Но цена вопроса, понимаете, цена вопроса, смотря сколько предлагают, можно и немножко потерпеть. Есть некоторые черты личности у каждого из нас, которые хотя бы иногда временами нужно игнорировать. Прям хочу футболку с такой надписью напечатать и продавать. Дальше седьмой дом, это дом партнерства. Сюда можете загадать любого человека, который для вас сейчас предельно важный, про которого вы говорите «это мой партнер». Для кого-то это будет муж, жена, для кого-то партнер по бизнесу. Просто кто самый главный или необходимый для вас сейчас человек, без которого, как вам кажется, вы ничего не сделаете. У каждого из нас есть такой человек, с которым вы условно в какой-то паре работаете. Естественно, мы не живем в одном партнерстве. У вас есть муж, у вас есть подруга, которая вам помогает в чем-то. У вас есть на работе напарник, без которого тоже не обойдет. То есть это множественные партнерские истории, они идут в этом седьмом доме. И седьмой дом всегда напротив первого, где вы сами. И сопоставляя карты тут и тут, мы делаем вывод, стоит ли вам в заданном периоде полагаться на себя и действовать все автономно, по собственному усмотрению, либо пожалуйста, вам помогут, придут на помощь, пожалуйста, просите помощи, заключайте эти партнерские соглашения самые разные. В общем, партнерский дом. Как к вам будет относиться, как будет себя вести самый близкий к вам человек сейчас. Мы увидели, поскольку приход новой сильного чувства, новой сильной семейной любви для вас, можете сюда загадать вот этого нового знакомого. То есть с каким чувством этот человек к вам идет. очень какое-то ответственное лицо мы видим здесь. В партнерском доме водолею достается карта жрица и десятка жезлов. Вот они говорят, что вместе эти карты говорят, что кому-то с вами будет трудно. Это не конфликтные карты, это конечно не потеря и не ссоры и даже не конкуренция. Карты только говорят, что кто-то ради вас понесет крест, чем-то пожертвует и кто-то ради вас расстарается. Вот что называется. Есть такое выражение? Расстараться. Вот кто-то ради вас расстарается. Жрица персонифицированный образ женских энергий. То есть это может быть одна конкретная женщина, которая тяжело, которая буквально вас вытягивает. Не просто предлагает свою помощь, а большую часть ваших забот, ваших грузов берет на себя. Женщина очень достойная, возможно, старше вас, ваша мама, например, или ваш педагог, учительница, подруга какая-то мудра, или старшая сестра. Здесь какое-то даже идет вашу пользу самопожертвование от этой женщины. Ну и вообще, если мы не называем конкретную женщину, которая тащит вас ради вас же, то это все равно женские энергии. Это, например, женские дела. То есть ждите помощи партнерской именно в женских делах, каких-то женских задачах, или в женских местах. Есть же географические какие-то места, где, если вы работаете в женском коллективе, то это может быть естественно ваша какая-то старшая коллега, если у вас какая-то женская такая работа. И еще карта жрица, это безусловно чья-то совесть, ну тут чужая совесть. То есть кто-то своей совестью выкупает ваши грехи, что ли, или какую-то недостаточность вашу. Кто-то берет какая-то солидарная ответственность здесь есть у вас с еще одним человеком. Может быть за бизнес, может быть за семью, за ребенка ответственность. Вот. И так далее. Романтики тут нет. То есть эти партнерские домы нам не выдает ну какой-то романтической истории. Как иногда бывает, да, что мы говорим, что ой, ваш партнер будет вас очень любить, там звать на свидание и все. Ну эти карты могут описывать естественно и мужчину, который рядом с вами. Но здесь то же самое получается, что ему трудно, но он этот крест свой не несет, потому что хочет гордиться вами. И тогда жрица это его очень понимающая, принимающая, но из-за этого почти что женская позиция. То есть человек будет мягок с вами, будет очень проницательным с вами, и вам сможете на него положить. Дальше идет восьмой дом. Сюда вообще странные разные вещи попадают. Мы с вами, друзья, поднимаемся кверху зодиака. Вот если внизу зодиака все идет понятное, простое, дом, друзья, любовь, работа, деньги, то по мере продвижения к верхушке, по мере того, как мы подбираемся к вашему собственному водолейскому одиннадцатому дому, тут мы запутаемся в каких-то философских абстрактных бреднях. Может показаться так. Ну вот восьмой дом, например. Начинаем подниматься. Восьмой дом это дом чужих денег и критических ситуаций. Займы, кредиты, инвестиции, долги. И критические ситуации, тест разные истории, запутанные или ненужные. В общем, то, чего вообще не бывает. То, чего на белом свете вообще не может быть. Вот если с вами такое происходило, то знайте, это была работа вашего именно восьмого дома. Но мы сюда, чтобы было всем близко, понятно, задаем вопросы про чужие деньги. Это долги ваши и вам. это кредиты, это спора судебная о деньгах. Вот все здесь. Очень благоприятная карта снова. Двойка кубков и рыцарь жезлов. Вместе они говорят, что через партнерство, через договоренность с кем-то, с одним конкретным человеком, вы получите продвижение, какое-то движение в своих денежных делах. Здесь карты рассказывают про споры, про какие-то застойные, инертные ситуации, связанные с деньгами. Например, это может быть сделка, купли-продажи, недвижимость, дом, земельный участок и так далее. То есть большие деньги. Восьмой дом попадают только какие-то совсем уж ощутимые денежные суммы. Как правило, это касается каких-то недвижимости. Что еще есть такое дорогое? Самолеты, кстати, мне кажется, с юридической точки зрения тоже считаются недвижимостью. И вот видите, что получается. Вы с кем-то договариваетесь, взаимовыгодно с кем-то договариваетесь и дальше действуете вот так вот со-о-п-ща. Рыцарь Жезлов вам обещает как человека для достижения любых целей, связанных с большими деньгами, да хоть кредит большой получить, ипотеку, вам нужен второй человек. Вот о чем говорят карты. Надо очень с ним договориться, надо его тоже заинтересовать. И портрет этого человека это Рыцарь Жезлов. Это огненный герой, либо буквально огненный, то есть овен, лев или стрелец, либо это просто какой-то очень деятельный и достаточно молодой товарищ, который по Жезлам интересует вас профессионально, с точки зрения своей профессиональной корпоративной принадлежности. Это может быть менеджером банки, это может быть какой-то управляющий для ваших денег. Вот. Поэтому тут прогноз тоже очень хороший. Продам, не продам, куплю, не куплю, получу, не получу, долг, выиграю, не выиграю, суд. Ищите одного человека. Ищите одного человека, которому ваше счастье и ваш успех будет так же выгоден, как вам. И через него все это задвижется. Может быть конечного итога, тем более счастливого, карты вам тут и не обещают. Вот. Но движение точно есть. Движение есть, потерь нет, что еще нам в этой жизни нужно. Дальше девятый дом. Ой, ну тут уж совсем все непонятно. Знаете, традиционно вот в общих гороскопах или гадания говорят, что девятый дом это дом дорог. Но действительно это так за границей вся сюда попадает. Однако было бы несправедливым ограничивать содержимое девятого дома только лишь дорогами. Тут всего больше. Это дороги, это учеба и это еще и вера. Поиски смысла жизни. Вот все, все, все. Но в жизни человека же не только зарплаты и любовь есть. В жизни человека есть еще вещи, надеюсь, не у всех, но у большинства я надеюсь. Есть еще какие-то абстрактные вещи, которые нельзя посчитать, съесть и потрогать. Например, поиски смысла жизни. Это вот, к вашим услугам. Это все девятый дом. Веры, во что я верю или кому я верю, правильно я верю или я ошибаюсь. Вот это все тоже идет девятый дом. Ну, связи с заграницей в основном. Работа с заграницей, знакомство с заграницей, переезды с заграницей. Вот об этом будем говорить. Или учеба. Какая-то крупная принципиальная учеба, например, поменять профессию, сменить, выучиться на новую какую-то профессию. сейчас многие хотят выучиться. Я смотрю на новую профессию, сейчас какое-то такое время, что очень много возможностей, соблазняет, и хочется, чтобы все было по-разному всегда. Вот. Ну, дороги сначала. Какой-то внезапной дороги карты вам не обещают здесь. Такой дороги фатальной, дальней. нету, здесь нет колесных карт. Более того, четверка пентаклей и восьмерка мечей, это как раз-таки карты довольно инертные, застойные. Четверка пентаклей говорит, что дорога, хоть и оправданная практически по деньгам, но может быть не состоится, потому что опять же из жадности или какой-то затор образуется, знаете, какая-то пробка на вашем пути образуется. Если у вас есть планы куда-то далеко уехать, например, эмигрировать в 2022 году, то центральными будут вопросы именно денег, то есть оправданно, неоправданно, хватает, не хватает, потому что как известно дальний переезд это все-таки дорого стоит. Вот и может быть что и не хватит, потому что рядом как раз восьмерка мечей, видите, здесь наша героиня на восьмерке мечей вся опутана, глаза завязаны, руки завязаны, она не двинуться не может. Эта карта не свобода, интервенция, вмешательство, отсутствие выбора. Вот из двух вот этих вот составляющих тема дорог и учеба у вас состоит. Например, учеба, вот вы выбираете какую-то денежную, выучиться на денежную профессию, да, и скорее всего вы правы, действительно будете потом зарабатывать хорошо этой работой, да, но опять же у вас может не хватить просто банально денег на эту учебу, потому что, как известно, выучиться на денежную специальность это и стоит приличных денег, правда же? Хорошо выучиться всегда стоит каких-то приличных денег, выучиться на безденежную специальность можно и бесплатно, безденежно. Вот так вот мир устроен. Вообще, я рассчитываю в моей рубрике «Вопросы-ответы» в новой программе еще и об этом поговорить. Оба вот этих энергетических переплетающихся потоках истина, деньги, свобода, несвобода, вот. Понимаете, как вот учиться дорого не могу, но надо вот такое или ехать куда-то, например, надо уезжать далеко за границу зарабатывать, потому что у вас здесь, например, в вашей стране исчерпан, и в вашем городе, например, исчерпан рынок, вас соблазняют какие-то прибыли в другом месте, но в то же время и чтобы поехать, не хватает ресурсов, времени, тех же самых денег, чего-то еще, видите, вы какая-то, вы очень стеснены будете в этих обстоятельствах, вот дороги, работа, веру я тут вообще не трогаю, допустим, чтобы не оскорблять чувства, как известно, верующих, вот, такая вот история, немножко трудно, но карты, вот, везде вам блестящие, ну, такие хорошие, гладенькие, вы слышали, я ни одного совета не сказала, водолею, а нечего советовать, когда хорошие карты, у них только предсказательный момент, а вот когда чуть-чуть плохих появляется, тогда, конечно, мы смотрим совет, совет восьмерка, мечей, вот эту свободу, ни в коем случае, не свободу, простите, ни в коем случае не оставляйте, как есть, из вот этих вот бинтов или веревок надо обязательно выпутаться, потому что, если вы на уровне восьмерки оставите все, то следом девятка придет, потом десятка, слезы и кризис, понимаете, о чем речь идет, то есть, если вы не сможете пойти учиться, потому что, вот вы стеснены временем или, например, деньгами, то вы обязательно должны найти это время, разгрести как-то свой график, должны найти эти деньги и так далее и тому подобное, потому что, ну, вот так вот, от восьмерка мечей всегда развивается от плохого к худшему, она плохая сама по себе, но если так оставить, будет хуже потом, и вопросы веры, конечно, тут вообще это можно, ну, дальше десятый дом, карьера он называется или дом социального статуса, все ваши социальные достижения, то к чему вы стремитесь, ваша должность, формальное название вашей должности, это все десятый дом, карьера, казалось бы, если мы про работу с вами поговорили, зачем говорить отдельно про карьеру, дело в том, что с точки зрения зодиака карьера и работают разные вещи, работа это содержание, содержимое вашей должностной инструкции, а вот десятый дом это уже ощущение, то есть это статус, это ступенька на социальной лестнице, которую вы занимаете или не занимаете, вот, а вы задайте сюда вопрос, просто банальный, простой, получу ли я новую должность, кстати, из-за этого еще и десятый дом это дом брака, потому что официальный брак это элемент статуса человека, правда, это же юридически значимый факт, когда мы заполняем какую-то важную анкету, мы ставим галочку в окошке, замужем, в браке, разведена или что-то там еще, то есть это бумажная, бумажная вещь какая, здесь десятый дом включает и брак, тоже, вопрос официального брака, будет, не будет, продлиться, не продлиться, тоже можете сюда вот это спросить. Ну что ж, карьерные перспективы, собственно, мы можем сравнить, вот он, шестой дом, это ваша работа, и десятый карьера, видите как, здесь блестяще, хорошо, по сути мы уже заранее все сказали, что карьера будет, потому что вас некий трон ждет, трон метафизический, а может быть и физический, там новый кабинет с каким-то дорогим ортопедическим стулом, с подогревом, а подогрев не надо, это вредно, вот, и известие Паш Жезлов и Колесница, Паш Жезлов это известие, вот понимаете, это новость, телеграмма, ну то есть это приказ о назначении вас на новую должность, и Колесница это карта триумфа, да, безусловно, карьерный рост вас ждет, спешный, очень такой срочный, знаете, прямо вот нужно быстро, без подготовки ринуться и собраться, но это будет с ощущением победы, триумфа это к вам придет, вот с ощущением триумфа, то есть прям, может быть, даже на, сразу через несколько ступенек подниметесь и будет вот такая вот карьера, кстати, к вопросу о браке, ведь то же самое, понимаете, у вас может случиться официальный брак, тоже довольно быстро с какой-то внезапной подачей человека, ну вот снаружи, вот, и вот эта карта Колесницы часто описывает колесницу, свадебную колесницу, свадебный кортеж, тройка, помните, что-то тройка с бубенцами на свадьбу, ну вот такая история, вот это считается, что это тоже ваша тройка с бубенцами, такая традиция, поэтому водолеев ждет перемена в социальном статусе за счет либо формальной карьеры, либо за счет брака, а может и за счет всего, да, и то, и другое, вдруг состоится у вас, почему бы и нет, разве мы не способны не способны на это, водолеи, как правило, люди очень выносливы и физически, и морально, и у вас сил на все хватает, вы везде успеваете, вот, дальше одиннадцатый дом ваш, вот если я всем другим знаком с трудом и через раз все-таки рассказывала, что такое одиннадцатый дом, то вы должны это знать на зубок, это ваше, то есть знать содержимое одиннадцатого дома, это вот по определению такая обязанность любого водолея, потому что это ваш дом, вы жители одиннадцатого дома, хотя мне приходится иногда вот на индивидуальных консультациях водолеям некоторым рассказывать и говорить, что они неправильно живут, что на самом деле их дом одиннадцатый и нужно вот тем-то, тем-то, тем-то заниматься. Одиннадцатый дом это общественная жизнь, жить жизнью групп, общественная деятельность, общественное лицо, общественные интересы, контакты, группы в фейсбуке, поддержание каких-то политических или общественных тенденций, настроений, совместные, ну не знаю, пляски на улице, да, коллективные, это все одиннадцатый дом. А, кстати, слава, популярность, известность здесь же в ютубе или может быть в инстаграме, где-то еще, это тоже все одиннадцатый дом. И, знаете, давайте чуть-чуть отвлечемся, хотя времени много я у вас, любой водолей должен хотя бы одной ножкой чуть-чуть ступать в сторону славы, популярности, известности, понимаете? Вот если у вас солнце попадает в водолеи, вот, это ваш знак и ваш дом одиннадцатый, вы должны себя показывать миру. Если не внешне, допустим, себя вот, то вы должны как-то свои мысли транслировать миру, что-то писать куда-то, то есть у вас обязательно должно быть в жизни общение вот такого уровня, как у нас с вами. Мы с вами общаемся по одиннадцатому дому, то есть мы на дистанции, но отлично друг друга знаем. Ну, в общем, плох тот водолей, который не мечтает стать депутатом. Одиннадцатый дом, то есть ваши удаленные контакты. Вот как, ого, я же сказала, важно. И карты говорят, видите, важно, важно, два старших аркана. Карта умеренность и карта дьявол. Они абсолютно полярные. Вот представьте, старших арканов, в колоде Таро трудно найти более непохожие и противоречащие одна другой карты. Сталкиваются два мира, сталкиваются две противоположные энергии. Умеренность – это добродетель, доброта, правильность, это какие-то высокие вибрации идей. дьявол. Дьявол наоборот. Это обман, это испушение и это низкие, низкие такие энергии. Ну что ж, чудесно. Кажется, когда вот эти две карты сходятся, встречаются, то на срезе образуется такое выразительное кипение, такой мощный поток, созидательный на самом деле. А вместе карты вам обещают знакомство, расширение круга знакомств, знакомых, знакомств. И будет это очень важно. С одной стороны, сразу вам совет, чтобы правильно 22-й прожить, старайтесь заводить новые знакомства. Активность проявляйте, знакомьтесь, какие-то новые люди пускай входят в вашу жизнь, участвуйте в жизни групп. Что будет? Знакомства, может быть, даже не одно, скорее, какие-то массовые, очень важные. Вы встретите людей, с которыми пройдете вместе целую часть, карты говорят путь, я скажу, часть, часть жизненного пути. Встретите, познакомитесь с людьми новыми, с которыми очень-очень долго и серьезно будете вместе. не просто вместе там болтать, а именно что-то созидать, делать. Это будут люди с общими идеями для вас, очень поддерживающие, хорошие. А дьявол здесь говорит, ну, как бы, предостерегает, ох, осторожно, ох, внимание, водолеи, можете вы к этим людям очень сильно привязаться, слишком, чрезмерно, и через вот эту идею, которую вы друг к другу, друг к другу потащите, да, вы такими цепями свяжетесь. То есть, для вас вступление в организацию идет, вступление в какой-то коллектив, из которого невозможно будет выбраться потом. Посмотрите, очень трудно, цепи, цепи, дьявол, это в первую очередь не свобода, такие вот цепи, понимаете, то есть, это не пугающий карт, это, я думаю, что даже на самом деле любой коллектив, если вот он действительно правильный, идейный, из него и нельзя безболезненно, да, вот без мяса так уйти и вырваться, ну, вот вступление в какой-то коллектив, может быть, кстати, выборная должность, а вы знаете, что среди чиновников разного уровня очень много именно водолеев, среди артистов много водолеев и среди чиновников, это одна и та же энергия, выборная должность, выборная должность, очень серьезная, очень надолго и цепи, цепи, потому что выборная должность это много не свободы и из нее просто так ведь не уйдешь, да, нельзя написать заявление, там целая история, двенадцатый дом это подсознание, сны, вообще ваша жизнь внутри вас, альтер-эго, тайны ваши, все двенадцатый дом, мы здесь просто спросим карты, спокойно ли будут водолеи спать, то есть будет ли вас что-то изнутри томить и мучить, но двенадцатый дом все-таки тоже это магия, это еще и магические способности, магические возможности, и сновидение, и творчество, причем, если пятый дом это творчество реализованное, которое идет в удовольствие, почему творчество в двух домах? Пятый и двенадцатый, казалось бы, да, просто пятый дом это творчество, которое в удовольствии, да, вот когда вы сидите и в таком хорошем настроении разрисовываете там кисточкой какой-то горшочек, да, чтобы его потом вот сфотографировать и красиво кому-то показать, вот это ваше творчество по пятому дому, а когда вы задумываете, например, тот же горшочек, но вы в муках творчества, вы плачете и не спите, да, это муки творчества, то есть вам надо родить идею, что именно нарисовать, там вот это все, вот эти муки подсознательные, это уже, это тоже творчество, но это уже 12 дом, вот, тоже надо различать, но это, конечно, сноска для людей именно творческих. Творчество, творчество и магия. Водолеи все маги, на самом деле, только у вас не хватает усидчивости и внимания к себе, чтобы эту магию использовать. Что внутри вас? Внутри вас будет много силы, много какого-то ресурса, в целом будете с собой довольны, Мы, кстати, довольство и самодовольство, мы с этого начали, увидели еще в первом доме для вас, да, будете довольны. Немножко-немножко, мы боюсь, в какое-то соперничество скатываемся, видите, у вас в 12 доме персона, пиковая дама, королева мечей, соперница, измена, возможно, какое-то соперничество, какая-то злодейка будет жить внутри вас. «Хорошо» — это просто какая-то женщина, которую вы подозреваете в, не знаю, в каких-то претензиях на вашего мужа, да, нормально, бог с ним, это значит, это очень хорошо, это новости хорошие, это значит, что муж у вас такой, что не только вам нужен, этому надо радоваться, я всегда считаю. хуже, если вот эта королева мечей, то вы сами, и это тогда уже немножко идет какая-то бессознательная, запрятанная, но борьба с собой. А в целом же сила здесь есть, то есть это такая ресурсность, то есть даже подсознание будет у вас какой-то ресурсным. И у нас есть еще заключительная карта, центральная, она ни в каком доме, она только лишь задает общий тон гаданию или дает совет. Девятка кубков, карта изобилия, счастья, любви, доброго общения и карта праздника. И в целом она говорит, что водолеев ждет именно праздничный год, понимаете? Причем, возможно, буквально год полный застолий, много будет поводов вам сесть, отпраздновать, поесть от души, может и выпить кому-то, а вот будет много праздников. Девятка кубков это еще. Опять же, семья, хорошее общение, много-много любви, какое-то понимание со всех сторон. То есть, это такой застольный, да, правильно я хотела сказать? Год для вас праздничный и застольный. Нам с вами пришло время прощаться. И спасибо, что посмотрели это видео. Я еще раз вас заочно и заранее поздравляю с Новым Годом, хотя уверена, что мы до этого много раз еще увидимся. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok